Всем доброго времени суток, друзья! Я вас приветствую! В сегодняшнем ролике я покажу как можно при помощи декоративной краски и ваших художественных навыков изобразить интересную 3d картинку, которую потом можно разместить где угодно, на любой стене, на любой поверхности. Для этого понадобятся художественные кисти, одна широкая, одна маленькая палитра, на которую можно будет смешивать краску. Кухонные губки обязательно, без них никуда. Самое основное, декоративная краска торговой марки Fadell. Магия, можно заменить ее на веревет декор, на лаву, на другую тонкослойную штукатурку. Она в базе, не заколированная, а также вот такие вот металлики. Металлик фарб, торговой марки Fadell, серебро, антрацит. Но и здесь наш мат и саму поверхню. В первую очередь создаем задний план. Для этого понадобится кухонная губка и декоративная краска. Оттарктуруется поверхность вот так вот местами, на белом фоне. Или просто сфигонцами все дело растираете. Придавая предварительный блеск и такую себе полупрозрачную фактуру на покрытие. Вот так получается вот такой вот блестящий полупрозрачный фон. Дальше нужно подождать минут 15-20, чтобы просто более-менее схватиться, чтобы у нас это было. И так, теперь с помощью антрацита, вот он, и кухонная губка, чтобы губка создавала следующую полупрозрачную. Создавать будем его под крестом торцевания поверхности. Поэтому вымазываем губку с лица, вот и вернем на фактуру. И наносим так, как вам угодно. Создаем такому у нас какой-то матинца. Так. 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 Вот такой вот пятнистый макинец у меня получается пока что. Вот сейчас он чуть-чуть подсохнет, и я приступлю к нанесению следующего слоя. Теперь берем опять же металлик форт, новое серебро. Та же самая процедура, подсовываем поверхность и переносим материал на рисунок. Вот так вот. Самый темный цвет, уже тоненькую такую ювелирную кисточку и приступаем к нанесению прожилок. Работать будем на этом трассе, там где светлое будем добавлять темные прожилочки, там где темные будем добавлять светлое. Та же самая процедура. Вот такие вот прожилочки у меня получились. Всем большое спасибо за внимание, за проявленное терпение во время просмотра. для скорой встречи. Хотел бы я так сказать, но, кто ж уверен, это еще не все. Понадобится еще вот такой вот гаджет. Вот. Тарелочка. Это крышка от ведерка. Она использована здесь. Берем ведерку, берем маркер. Берем черный маркер. Вот. Берем. 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 Рисовать можно по-другому, можно строго по горизонтали, но самое главное определить, с какой стороны у вас будет падать сверху. Если это будет происходить сверху, то лучше где-то ближе к горизонтали это все делать. Теперь берем белую краску, самую обыкновенную, и наложим верхнюю краску. И наложим верхнюю краску. И наложим верхнюю краску. Вот теперь уж точно все. На этом пока что все. Вот такие прозрачные пузыри получились. За счет того, что краска самая обыкновенная, матовая, то бишь, видите, под разными углами на основном фоне видно четкое очертание каждого кружочка. Вот так вот. Вот так видно, да? Краску вот особенно здесь. Вот так уже не видно. Большое спасибо за просмотр, за проявленное это приняло его просмотр. Если ролик понравился, то по старой схеме лайк, подписывай, колокольчик. Будут вопросы, не счастливайте, задавайте, пишите комментарии. Обязательно отвечу. А пока что, до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok